Почему слоятся ногти? Если ногтевые пластины стали ломкими и расслаиваются, сделать красивый маникюр будет очень трудно. Но это – не самая большая проблема, о которой должна переживать женщина. Кожные покровы, волосы и ногти – индикация внутреннего состояния организма. Поэтому, если ноготки перестали быть крепкими, потускнели, поменяли цвет, или на них появились пятна, следует задуматься о своем здоровье и образе жизни. Причины косметологических дефектов ногтевых пластин могут быть такими – авитаминоз. Нехватка витаминов в осенне-зимний период или ранее весной может сказаться на внешности, если слоятся ногти какого витамина не хватает. Расслаивание, потускнение, замедленный рост ногтевой пластины говорит о дефиците в организме витаминов А, да и Е недостаточное питание. На состояние ногтевых пластин негативным образом может повлиять строгая диета. Для их здоровья и нормального роста человеку необходимо сбалансированное питание, в рамках которого он будет получать все макронутриенты, белки, жиры и углеводы, а также витамины, минералы, особенно кальций, кремний, магний, фосфор, аминокислоты и прочие полезные. Вещества, грибковые заболевания. Расслаивание и ломкость – это признаки анехомикоза заболевания внутренних органов. Если ногти желтеют и слоятся, возможно, присутствуют проблемы с печенью. Желтоватый оттенок ногтевые пластины могут приобретать и в случае присутствия какого-либо эндокринного заболевания, например, сахарного диабета. Если же нарушена работа щитовидной железы, пластины становятся ломкими вредной привычки. Курение, употребление спиртного сказывается на внешнем виде человека в буквальном смысле от макушки до кончиков пальцев. Неправильный образ жизни. Отсутствие спорта, гиподинамия, недосыпания приводят к нарушениям обменных процессов в организме и ухудшению кровообращения. Ногтевой ложе питается недостаточно, ноготь растет тонким и хрупким. Стрессы, слоящиеся ногти на больших пальцах могут быть следствием нервных потрясений и частых переживаний внешние повреждающие факторы. Кожа рук и ноготкам вредны контакты с бытовой химией, длительное пребывание под прямыми лучами солнца, на морозе или ветру, прочий неправильный уход. Истончает и ослабляет ногтевую пластину часто использование лаков, особенно если качество сомнительное, жидкости для их снятия на основе ацетона. Неумелые действия во время процедуры гигиенического маникюра, обрезания кутикулы, подпиливания и шлифования также могут нарушить. Ее структуру ногти желтеют и слоятся. Лечение слоящихся ногтей Уход за слоящимися ногтями не сводится исключительно к процедуре гигиенического маникюра в салоне красоты. Он должен быть комплексным и включать в себя отказ от вредных привычек, медицинское обследование с целью выявления внутренних заболеваний и их лечения Визит к дерматологу или микологу с целью исключения анехомикоза, нормализацию режима дня и питания. Включение в рацион витамин содержащих продуктов, повышение стрессоустойчивости, прием витамина минеральных комплексов использования. Перчаток при работе с чистящими и моющими средствами проведения в условиях маникюрного салона или домашних условиях курса ухаживающих Процедур, масок, ванночек, массаж и видео, как укрепить ногти и избавиться от расслоения ногтей Содержащиеся в них биологически активные вещества проникают глубоко в структуру ногтевой пластины и восстанавливают ее Кровообращение в пальцах рук улучшается, ногтевое ло уже получает питание и кислород в необходимых количествах Проблема ломкости и расслаивания в скором времени решается Ванночки для ногтей Уход за слоющимися ногтями Домашние ванночки требуют определенной подготовки, с ногтевой пластины удаляют старый лак с целью обезжиривания и удаления Лишние влаги используют дегидратора или спирта, делают химический или аппаратный гигиенический маникюр, делают массаж рук, пальцев Непосредственно ногтевых пластин Рецепт номер один Укрепляющая витаминизированная ванночка с оливковым маслом Компоненты для домашнего препарата Оливковое масло 100 мл Эфир, цитрус или бергамота 5 капель Сок лимона 0,5 чайной ложки Жидкие витамины А и Е по 2 капли Оливковое масло подогревают до температуры человеческого тела, поочередно обогащают его другими активными компонентами Кончики пальцев опускают в смесь на четверть часа После процедуры ополаскивают пальцы отваром ромашки Рецепт номер два Медовая ванночка от расслаивания ногтей Компоненты для домашнего препарата Мед свежий, жидкий 2 столовые ложки Куриное яйцо Одна штука Сок лимона 2 столовые ложки Мед слегка растапливают Яйцо взбивают в пену Смешивают Добавляют в смесь сок лимона Наносят препарат на ногтевые пластины Одевают на руки полиэтиленовые рукавицы Через 10-15 минут смывают водой с добавлением лимонной кислоты Рецепт номер три Ванночка противовоспалительная и восстановительная с ромашкой Компоненты для домашнего препарата Цветки ромашки аптечной 2 столовые ложки Хвощ полевой 1 столовая ложка Череда 1 столовая ложка Вода 1 литр Жидкие витамины АЕ по трём капле Ромашку Череду и хвощ полевой Всыпают в стеклянную посуду Заливают кипятком И настаивают до тех пор Пока вода не остынет до 40 ос Опускают руки в водный настой Трав на 20 минут После процедуры руки Можно не мыть Достаточно протереть их салфеткой Из натуральной материи Рецепт номер 4 Ванночки из листьев подорожника Против слоения ногтей Компоненты для домашнего препарата Свежие или сухие листья подорожника 5 штук Молоко 250 мл Молоко доводят до кипения, но не дают закипеть Добавляют в него измельчённые в порошок сухие листья подорожника Или кашицу из свежих листьев Ванночка должна настояться примерно полчаса Её процеживают Длительность самой процедуры 20 минут После неруки споласкивают водой или травяным отваром Рецепт номер 5 Очищающая и укрепляющая содовая ванночка Компоненты для домашнего препарата Вода 500 мл Сода 1 столовая ложка Соль 1-2 столовой ложки Йод 5 капель В кипяченую и остывшую воду добавляют соду Соль и йод Опускают в ванночку кончики пальцев и держат 10 минут Смывают подкисленной водой или отваром трав Рецепт номер 6 Ванночка с желатином Компоненты для домашнего препарата Желатин пищевой 1 пакет Эфирные масла розы Иланг, Иланг и почули По 3 капли Жидкие витамины А и Е По 3 капли Желатин подготавливают по инструкции на упаковке Топят и остужают Добавляют в него масла и витамины Ноготки опускают в ванночку на 15 минут После чего смывают препарат отваром ромашки и мать и мачехи Рецепт номер 7 Ванночка с яйцом и касторкой Для укрепления ногтей Компоненты для домашнего препарата Яичный желток 1 штука Касторовое масло 1 столовая ложка Яблочный уксус 1 чайная ложка Глицерин 1 чайная ложка Желток взбивают отдельно Потом с касторкой Добавляют в смесь уксуса глицерин Опускают ноготки в смесь на 10 минут После чего руки моют подкисленной водой Делать ванночки от ломкости и расслаивания нужно раз в 3-4 дня до улучшения состояния ноготков Декоративный маникюр в это время нежелателен Исключение составляет гель-лак на слоящиеся ногти, который оказывает укрепляющее и лечебное воздействие Ванночки из натуральных компонентов, укрепляющие ноготки и улучшающие их внешний вид, приготовить очень просто По мнению многих женщин, эффект от них не хуже, чем от дорогостоящих салонных процедур Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!